Продолжение следует... 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 Давай, ненажерный шелдат! Давай, ненажерный шелдат! Давай, ненажерный шелдат! Он нам заменит Жака! Бедный Жак! Какой он был шмешной, веселый, хороший! А вот и мой! Нравится? Хорош! А мы его еще надо переучивать, потому что он жил пьяницы, и поэтому говорит женским голосом, все время одно и то же! Что же он говорит? Чтоб ты подавился, проклятый! Вам кого? Мельника! Да чего? Зернова привез! Сочи! Перемелиться мука будет! Ну вот и я достал попугая! А что он кричит? Сейчас увидим! Да здравствуй, Дерцак! Что он сказал? Чего-чего? Ну я не знал! Он меня обманул! Кто? Кляк-ляк! Это он мне сейчас подарил попугая! Но как он узнал о нас? Ты ему рассказал? Да, но я взял с него клятву, что он никому не скажет! Эх! Как же ты смел это сделать? Но ведь вы тоже взяли с меня клятву, что я никому не скажу! Я думал, так полагается! Предатель! Болтался! Девчонка! Поверил ли к кляку? Вот видишь, доболтался! Я не похожий, я не знаю Девчонка! Не смешно! Клятву как патálра! Ха-ха! Ну вот! Да что я что-то! Не смешно! Так, так, так! Бургомист! Мир с сыном! Что же ты собираешься просить в награду его светлости? У меня, папа, только одно желание. Какое? Жениться. Уж как, папа, я люблю его светлость, а Верониху я люблю больше. А при чем же здесь, герцог? Так без солдат его светлости она за меня не пойдет. Конечно, без солдат не пойдет. Папа, папа... Ой, герцог! Ха-ха-ха-ха-ха, колоссально. Ну-ка, повтори дурашка для этого еще раз. Да здравствуй, герцог! Ну, какого черта вы притащили меня сюда, да еще в обеденное время? Я настаиваю, господин барон. На чем? На том, чтобы вы проверили следующего. Ну, хорошо. Откройте... Эту. Слушайте. Да здравствуй, герцог! Да здравствуй, герцог! И остальные кричат то же самое. То же самое. Ну, что вы теперь скажете? Не верю я этим людям. Ну, вы можете не верить этим людям, но ушам своим вы должны поверить. Я не верю ни людям, ни ушам. Я верю только доносам, доносам, доносам. Проверьте следующего, господин барон. Ну, откройте эту! Да здравствует герцог! Да здравствует герцог! Да здравствует герцог! Вы слышите? Вот что значит сила примера. Я уверен, что не пройдет и года, как с помощью наших солдат к этим попугаям присоединится все население. Держите. Я забираю это чудо природы с собой. Зачем? Я хочу сегодня же доложить об этом его светлости. Вы делаете нужное дело, молодой человек. Нужное дело. Да, кстати, ваше имя. О, господин барон. Да нет, вы не скромничайте, не скромничайте. Я же обязан доложить герцогу, что существует человек, который целиком поддерживает новый порядок. Который научил попугая кричать, да здравствует герцог. Его имя Клик-кляк. Клик-как? Клик-кляк. Клик-кляк? Клик-кляк? Да, господин барон. Очень странное имя, но я постараюсь его запомнить. Клик-кляк. 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 Может быть, ты знаешь, кто возмущает этих кузнецов, сапожников? Как же не знать вашу светлость? Это горбун-караколь. Попредержи язык. А как это, придержать ей язык? А, это метельщик, который сидел на дереве. Да. Это же первый смутьян. Он и про попугая придумал, и про шляпу выдумал. Вы знаете, какой у него горбун? Вот. Ваш свет, простите. Я не знал, что вы так похожи. Ты что хочешь сказать? Что герцог де Малекорн похож на метельщика? Да что вы, ваша светлость? У вас и ноги тоньше, и горб больше, и вообще вы гораздо симпатичнее. Ну, просто мне показалось. Вы понимаете, ваша светлость? А за что ж ты так не любишь этого метельщика? За то, что он смеется надо мной при Веронике. А-а-а. А-а-а. А ты хочешь на ней жениться? Да. Хоть сейчас, ваша светлость. Готовьтесь к свадьбе, бургомистр. А когда же будет моя свадьба? Когда ты избавишь город от этого метельщика. А как же я город от него избавлю? Убей. Ваша светлость, если я стану его убивать, он же убьет меня первым. Вы знаете, какой он ловкий. А ты замани его в западню или столкни в яму. Хм, легко сказать западню. А где же ее найдешь, западню-то? Выкопай. Боюсь. Ну что ж. Когда Вероника выйдет замуж за Караколя, это будет прекрасная пара. Что это у тебя? Это говорящий попугай, ваша светлость. Да. Зачем принесли? Это удивительная птица. Умеет кричать, да здравствует герцог. Да. Кто научил? Я. Да-да, ваша светлость. Мне назвали его имя. Ваша светлость. А чем вы меня наградите? Я буду присутствовать на твоей свадьбе. Открой. Ну, почему он молчит? Сейчас. Попочка. Чему я тебя учил? Ну. Сейчас. Сейчас. Повторяй за мной. Ну. Повторяй. Да здравствует герцог. Да здравствует герцог. Чтоб ты подавился, проклятый. Ну. Убьешь метельщика? Вы меня обижаете, ваша светлость. Мой меч справился бы с этим лучше, чем он. Ты предан и смел, Гирьем, но ты старомоден. Любимца народа должен убивать не меч чужо-странца, а рука его же соотечественник. Не могу я больше работать, сил нет. Завтра же уйду в лес к нашему. В лесу и без тебя много народу, Мартин. Народу-то много, да толку мало. А что они могут сделать, когда у них нет оружия? Они его ждут от тебя. От меня им его не дождаться. Не понимаю. Сейчас поймешь. Видишь? Когда кончишь ковать, все сдашь нам. Теперь понял? Слушай, кузнец, когда ты собираешься делать ограду? Я вовсе не собираюсь. Какую ограду? Железную, вокруг замка. Только делать я ее не буду. И кандалов ковать не буду. И тюремных решеток не буду. Ничего не буду. Хватит, довольно. Эй! Берегись, кузнец. Сегодня же об этом будет доложено его светлости. Насчет кандалов и решеток не знаю. Но ограду ты будешь делать. Это кто же меня заставит? Уж не герцог ли? Поднимай, брат, выше. А тогда кто же? Я. Господа! Передайте герцогу, что ограду начнут делать сегодня же. Говорят, Караколь для тебя сложил эту песню, Вероника. Так же, как и для тебя. И для всех, кто держит в руках иголку. Эх, парень. Если бы у него не было горба, я бы не пожелала лучшего жениха ни для одной из наших девушек. А я, сказать по правде, и не замечаю, что у него горба. Вот как? Зачем же дело стало? Ведь он тоже с тебя глаз не сводит. Субтитры создавал DimaTorzok Один стежок, другой стежок, Неспимая иголка. Раскрылся лист, Расцвет цветок Лазуревого шелка. Куда его несут? Куда бы ни несли, только бы подальше от нас. Идут к нам. Зачем? Может, они хотят дознаться, где скрывается брат? А может, они его уже поймали. Что ты? Сюда идут. Только кажется, это не наместник. Он страшный. Доброе утро, сударыня. Которая из них ваша дочь, мастер Ферен? Впрочем, я и сам это вижу. А эти красавицы? Подруги моей дочери. Я, сударыня, прошу вас. Останьтесь. Я не хочу мешать вашей беседе. То, что я хочу сказать, касается именно вас. Мастер Ферен, не думаете ли вы, что вам пора выдать замуж вашу прекрасную дочь? Даже если бы я знал господина Мушерона, его сына Кликляка меньше, чем знаю, я и тогда не стал бы с ними разговаривать. Прошу вас. Я пришел сюда с его светлостью и могу уйти только с его разрешения. Считаете, что вы его уже получили? Гильон, проводите господина бургомистра до ворот. Мастер Ферен, окажите эту честь дорогому гостю. Ваше светлостье, есть ли вы человек? А кто же я? Не знаю, но есть ли у вас все есть сердце? Позвольте мне остаться с отцом. Поднимите голову. Я хочу посмотреть, как вы плачете. Не смейтесь надо мной. Вы все-таки в моем доме. Вы в моем городе. Я это знаю. В этом городе нельзя дышать с тех пор, как он у вас в руках. Ну что ж, я могу возвратить вашему городу некоторые из его прежних прав и вольностей. Но все зависит от вас, Вероника. От меня? Ну что же я могу сделать? Наденьте вот это. Что это? Это обручальное кольцо моей матери. Наденьте его, теперь оно ваше. Но зачем оно мне? Вы будете герцогини Демоликорн. Что вы такое говорите? Вы шутите? Я не шучу. Наденьте его, Вероника. Вы будете моей женой. Пойдите прочь, мерзкий паук. Ах, я вам не нравлюсь. Зато вы мне нравитесь. А это достаточно, чтобы я повелитель вашего города сделал вас своей служанкой. А я прошу вашей руки, прелестная златошвейка. Что вы просите руки? Бог вам! За эту маленькую шалость мы еще успеем рассчитаться. Что с тобой, Вероника? Не беспокойся. Мушерон больше не переступит порог нашего дома. Это верно, мастер Ферен. Не он, и никто другой. Ваш дом и вашу прекрасную дочь будут надежно охранять. Ла-ла-лим, на-ра-лим, на-ра-лим, бом-бом. Моя метла в лесу росла, росла в лесу зеленом. Еще вчера она была березой или кленом. Тири-там-бом-бом, тири-там-бом-бом. Ла-ла-лим, на-ра-лим, на-ра-лим, бом-бом. лавари, 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 лавари... Значит, здесь он ходит. Стало быть, не для зверя, а для человека яму-то роем. Сейчас человек хуже зверя стал. И ваше дело? Нам, хозяин, безразлично. Хочетесь? Хочетесь? Не надо, не надо. Здравствуй, Ферем! Здравствуй, Ферем! Здравствуй, Ферем! Здравствуй, Ферем! Здравствуйте, Марья! Принес мне письмо! Ферем принес всем, никого не забыл! А мне еще давай, скорей! Позвольте привет! Дорогой сын, когда же вернешься ты домой? Вернее, не домой, дом-то наш сожгли проклятые чужеземцы. Дорогой брат, как вы там живете в лесу среди диких зверей? Любимый мой внучек, ждем не дождемся того часа, когда вернетесь вы в город и побегут от вас медноголовые псы. Ну ладно, ладно, все будет хорошо. Нет, нет, провожать меня не надо. Там, где начинаются тропинки, там и чужих людей встретить можно. Прощай, Караколь. Передай привет отцу и Веронике. Прощай, Ферем. Скажи, что скоро увидимся. Скоро. С кузнецами об ограде я уже договорился. Сегодня поговорю со звонарями. Как только все будет готово, пусть звонят. А вы ждите. Слушайте. Ага. Остерегайтесь. Сегодня герцог на охоту выезжает. Держите ухо востро. Ог actions. Его речь Aaaags. КОНЕЦ 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 Ваши звезды, так, здесь, прошу, так, так, так. Возвращайтесь к господину Гильону, я пойду один, посмотрю новые места охоты. Сюда, сюда. Ты уверен, что дить попадется? Уверен, уверен, в вашей светлости. Так, 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 так. Показывай. Сейчас. Отсюда пять шагов вперед. Так, раз, два, три, четыре, пять. Три шага вправо и мы в яме. Где? То есть не в яме, а рядом. Иди первым. Ну? Раз, два, три. Так можно себе и горд набить. А мне это ни к чему, коль я женюсь на Веронике. Ну? Тсс. Караколь! Мисс Анутра, что мы здесь, у нас убьет? Мне как здесь кто-то есть. Молчи, бушерон. Это я. Слуга его светлости, хранитель печати. Вытащи меня отсюда, я тебе хорошо заплачу. И меня! А мне от вас ничего не надо, сударь. Храните свою печать в этой яме. Лучшего места для нее и придумать нельзя. Постой, постой! Вытащи меня. Слышишь? Я дам тебе печать на три дня. Целых три дня ты будешь управлять своим городом. За это время можно много успеть сделать. Можно послать людей на плаху. Можно избавить людей от нее. Бросайте печать. Давайте, ваш светлости. Давайте. Давайте. Сейчас, сейчас. Верно. Перстень с печатью. Ну, если дело идет без обмана. Ладно. Скорее. Скорее, печальщик. Потерпите. Скорее. Давай. Давай, тащи. Робч. Тащи. Караколь. Караколь. А меня? А? Постой. Ты потеряешь перстень с печатью. Его-то я не потеряю. Я теперь только и думаю, что о печати его светлости. Хватайте этого человека! Он украл, а я перстень с печатью! Сядь его! Вы лжец, ваша светлость! Хватайте! 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 Взять его! Ваша светлость! Ваша светлость! Ага! Ищите ветра в море! Ваша светлость! Сядь его! Сядь его! Не прикажете ли казнить его сейчас же, ваша светлость? Нет, Гильео. Мы казним его, как вора, укравшего мое кольцо на площади перед всем народом. Сядь его! Хватайте! Сядь его! Слушайте, слушайте, слушайте! Завтра утром здесь на площади состоится казнь. Будет казнен преступник и вор, посягнувший на имущество и самую жизнь его светлости герцога Демоликорна, покорителя и завоевателя бывшего вольного города мастеров. Кого это везут, дядюшка Тимарина? Кто ж его знает? Все теперь преступники, воры. Стоять. Я хочу говорить с тобой. В тюрьме сидят ваши светлости, они стоят. Вот салон, садитесь рядом и говорите. За что с тобой дружат звери, птицы, метельщики? А об этом вы у них самих спросите, ваша светлость. За что тебя любят люди, метельщики? За то, что я их люблю, ваша светлость. А за что тебя любят, Вероника? Любят. Мне легче сказать, за что она вас ненавидит, ваша светлость. Ненавидит. Потому что я горбат. Но я горбат. Ваша светлость. Здесь кроется какой-то секрет. Открой мне его, метельщик. Я выпущу тебя на свободу. А? Почему ты молчишь, горбон? Я дам тебе золото. Я дам тебе все, что ты захочешь. Пойми, глупец, Вероника тебе не достанется. Через час ты будешь казнен, а я буду обвенчан с прекрасной Вероникой. Вы с Вероникой? Дамите язык! Вы не уйдете отсюда! На плаху! Ты поплачешь и за это? Жизнь! Помолчайте, ваша светлость. В темноте надо молчать, ваша светлость. Иначе противник, слыша ваш голос, может подкрасться к вам сзади, как я подкрался. И зажать вам рот вашим же манжетом, как я зажал. Прощайте, ваша светлость. Пойдем поглядим на невесту его светлости. Раздевайся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не поймешь, не то свадьба, не то похороны Да, скорее Вероника умрет, чем выйдет за тебя замуж, проклятый паук Что ты сказал, кузнец? Я сказал, что ограда для замка его светлости уже готова Видишь? Ограда для замка его светлости готова! Да, руку ломит Ничего, что ломит Казню метельщика и в отпуск Гляди, горбун! Горбун! Слышишь? Слышит! Смотри, как крутится! Пришла твоя последняя минутка Ваша светлость! Ваша светлость, она бьет посуду и горшки с цветами Не обращайте внимания! Ну, она бьет их об мою голову Разрешите применить силу? Не смейте и пальцем тронуть! Скорее! Факел! Где он? Где он? Где он? Где он? Все сюда ко мне! Быстро! Букет! Я сам пойду! Его светлость герцог демоникорн Еще шаг и я убью себя! Остановитесь, Вероника! 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 Склониться перед невестой вашего повелителя Ниже, еще ниже Пошли Я так и не успел предупредить звонарей, чтобы звонили Хватай верную человека! Законный правитель города-то я! Прочь с дороги! Хватайте мятельщика! Беги, Вероника! Лови его! Лови! 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 Пошел! Быстрее! Лови! Поехали! Лови его! Лови его! Берем! Берем его! Живем его, братья! А-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а! Пароль для замковой стражи. Победа и Вероника. Ты слышала пароль? Победа и Вероника. Победа и Вероника. Забожник, Забожник, кузнец, выходи. Лес далеко, а беда близко. В колокола не успели позвонить. Помощи ждать нечего. Смерть мастеровщины! Смерть сабожником и кузнецам! Смерть сабожником и кузнецам! Победа и Вероника. Победа и Вероника. Смерть сабожником и кузнецам! Смерть сабожником и кузнецам! Смерть сабожником и кузнецам! Смерть сабожником и кузнецам! Голокол! Голокол! Чего ж они не звонят? Смерть! Перфикат сабожником и кузнецам! Продолжение следует... Продолжение следует... Конец его светлости, Герцога Дмитриторную! Пароль! Пароль! Победа и Вероника! Пропустить! Победа, Ваша Светлость! Полная победа! Где Вероника? Ведут сюда! Метельщик! Убит! Слава! 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 Ты славную месть принёс Ганец. Спроси, чего хочешь. Я хочу, чтобы в честь победы Вашей Светлости звонили во все колокола. Все на площадь! Бейте в колокола! Бейте в колокола! Слышишь? Выпей! За мою свадьбу гонять! За Вашу гибель Метельщик в замке! Бейте в колокола! 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 КОНЕЦ 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 Ну, ваша светлость... Что, метельщик? Защищайтесь, ваша светлость! Ай! КОНЕЦ КОНЕЦ СМЕЮЩ МЕТЕЛЩИКУ КОНЕЦ 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 Сюда, Ваша Светлость. Сюда, Ваша Светлость. Молись, бедячи! Ах, вы ещё не устали. Куда же вы, Ваша Светлость, возвращайтесь, побеседуем. Ну, что вы скажете напоследок, Ваша Светлость? Умри, собаке! Ах, так. Ах, так. Ах, так. Умер, проклятый метельщик! Умер, проклятый метельщик! Что же это, бабушка? А ты говорила, что он крылья расправит. Ох, красив, счастлив будет. Ох, разве не расправил крылья, милая? Город наш от горба избавил. Ах, 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 ах. Ах, ах, pic! Разве ты не слышишь, как смеются и радуются твои враги? Вставай! Вставай! А где твой горд, Караколь? До сих пор был при мне, а сейчас... Вот, сынок, изберись мои слова. Видно, не горб был у тебя за спиной, а сложенные крылья, как у птиц. Убил злодея, и расправились твои крылья. А ну, держись, медноголовые! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дышит! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 Ну как? Хорошо! А Вероника, знаешь, какая? Какая? Вот какая! Горокон! Вот какой! А мы для них подарок приготовили. Какой? Вот, смотри. Тири-тири-тиста, жених-невеста! Тири-тири-тиста, жених-невеста! 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 Когда это было, в какой стороне, Об этом сказать мудрено. И цифры, и буквы на полотне От времени стерлись давно. Но если от времени стерлись года, Оно не сотрет никогда Рассказа о мужестве верных сердец, Рассказа, где есть и любовь, и беда, борьба. И счастливый конец.